Я сейчас хочу зачитать вам то, что поступает по моим каналам из Российской Федерации, это наша разведка передает. Ночью в Кремле было совещание. Путин сейчас на Урале. Бизнесменов созывают специально на совещание, чтобы никто не улетел в панике. Из аэропортов на частных бортах их не выпускают. Заранее были найдены и пристрелены все укрепления со стороны Украины. Тактического плана не было. Цитирую. У нас все было по ходу событий. Надеялись все взять за 1-4 дня. Обсуждают финансовые потери. Война обходится россиянам в день в 20 миллиардов долларов. Путин лютует. Был уверен, что это будет легкая прогулка. Ракет мало. Хватит дня на 3-4 потолок. Их берегут. Оружия нет. Тульские заводы и остальные два завода Ротенберга не могут выполнить заказы на оружие. Винтовки и пули. Физически. Оружия не хватает. Следующее оружие реально получить месяца через 3-4. И то нет сырья. И того возможно и дольше. Раньше поставки были из Словении в основном, Финляндии и Германии. Их сейчас заблокировали. Обсудили, что если Украина выстоит 10 дней, придется садиться за стол переговоров. Потому что не хватает ни денег, ни оружия, ни ресурсов. Санкций особо не боятся. Альфа. Силы спецоперации еще с 18 февраля. Где-то под Киевом. Весь расчет на то, что возьмут Киев и поставят своего ставленника. И типа не придется тратить ни денег, ни военных, ни оружия. Готовят провокации по мирному населению, чтобы посеять панику. Это их козырь. Но похоже ничего не оправдывается. Весь план надежда на панику. И что сдуется сами или Зеленский сбежит. Рассчитывают, что сдастся первый Харьков. И остальные города последуют его примеру, чтобы избежать кровопролития. Проблемы в России с аэропортами. Нет беспилотников. Очень огорчены потери колонны под Харьковом. И 200 человек погибло. Потери с их стороны серьезные. Цитата. Встретили ожесточенное сопротивление противника. Они в шоке. Теперь очень важно про ракеты. Все это для запугивания. Намеренно бьют куда попало. И случайно цепляют жилые дома. Случайно в кавычках. Чтобы создать эффект массовости.